Поздравляем гости театрального марша. Мы рады приветствовать вас сегодня здесь и с радостью поздравляем вас с днём рождения нашего любимого города. Уже по доброй традиции Московский драматический театр имени Александра Сергеевича Кушкина встречается в этот день здесь с вами, в такой армитаж. И поскольку наш театр носит имя великого поэта, сегодня мы решили поговорить с вами о Москве Пушкинской. Края Москвы, края родные, Где на завет святущих лет Часы беспечности я тратил золотые, Не зная горести и бед. Именно в Москве прошли детские годы поэта. Здесь вкладывались его первые впечатления бытия, первые связности, первые знакомства, московский быт, московское проскореживание, московские улицы и бульвары, Кремль и Красная площадь, овейные дыхания в истории и преданиями, питали воображение юного поэта. И, конечно, в нашем театре не может не быть своего поэта. Поэтому мы встречаем Виктора Васильева, который прочтет стихи собственного сочинения, которые он посвящает сегодняшнему празднику. Как часто в горестной разлуке В моей блуждающей судьбе Москва Я думал о тебе Москва, как много в этом звуке Для сердца русского свелось, Как много в нем отозволось. Александр Сергеевич Пушкин, правильно? Да, да. Так. Я Пушкиным всегда гордился, Но не был с ним знаком, Увы. Я в матушке Москве Родился. И Пушкин родом из Москвы. Он гением был многогранным. Любил его я, Что ни странно. Я думал, он родился Где? В Москве? В немецкой? В Слободе? В Зимоховском крещён соборе, Где Баумутское метро. Как судьбы сходятся хитро, Так Бог решил само собою, И я родился, как вчера, Где Соколиная гора. Полна чудесных совпадений Моя любимая Москва. Люблю, когда в денёк осенний Желтеет павшая листва, Как будто на лесной опусте Стоит в задумчивости. Пушкин зимой и летом, и весной На бывшей площади Страстной. А я иду Дверским бульваром, В кармане роль всегда со мной, Иду в театр свой родной, Актёром не таким уж старым. Так я ходил уже сто крат В известный пушкинский театр. Воображение у актёра Подобно вспыхнувшей коле. Готов я обойти весь город И в сентябре, и в октябре. Любил наш Александр Сергеевич Те дни, когда слабее греет светило. И хоть раз в году На встречу с Пушкиным иду туда, Где с нянькой на прогулке Давно он мальчиком шагал, И кошек, и собак встречал У Харитонья, в переулке, Тем местом москвичи горды, Ведь рядом чистые пруды. Достигнув мудрого взросления, Наталью в жены он берёт В изместном храме воскресенья, Возмесенья, что у никинских у ворот. Потом по мостовой горбатой Домой поехали арбатом, Где много кавалеров, Там начало свадьбы ждали там. На расстоянии медальном На протяжении многих лет На Щёкину ходил поэт В дом друга рядом с Треуфальней. По улицам, где Пушкин жил, Я часто не спеша бродил. Есть особняк в кривоколенном. Ну, тому назад уж двести лет Здесь Бедунова вдохновенно Впервые прочитал поэт. Стихи я повторял исправно, Что написал в землях мой славный. И в Питере, и тут, и там Бродил по пушкинским местам. Я возвращался в город детства, Как будто сказку наяву, И, глядя на мою Москву, Не мог, как прежде, наглядеться, Ведь сердце много так слилось, Так много в нём отозвалось. Я верю, знаю, что у многих, У тех, что с русской душой бывают, Сходятся дороги в столице славной и большой, С дорогами, где шли поэты. Стихи их про убожь пропеты, И про приметы стрины, Про прошлое моей страны. Я волочек переплетенья, Иду и строки их твержу, И возвращаюсь и брожу, Встречаю там поэта в тени В моей блуждающей судьбе. Москва, я думал о тебе. Случилось так, что с русским словом Работа связана моя с написанным, Уже готовым. Заучиваю тексты я, Овладеваю жизнью духа. Важна в процессе тонкость слуха, Важна правдивость тут во всём. Я в роль схожу, Как будто в дом. Щедра талантами Россия, Литературного пера, Они все гении добра, И в этом главная их сила. Из братья и словесных сей Мне Пушкин ближе и родней, Как часто в горестной разлуке В моей блуждающей судьбе. Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нём отозвалось. Нет, я спрошу. А знаете ли вы, Что один из участков сада Эрмитаж Входил в состав родового поместья Пушкина? Сначала этот участок принадлежал Льву, Пушкину, Это деду известного поэта. Так что можно теперь сказать, Что мы находимся в гостях у Пушкина. Можно сказать, что где-то здесь, Наверное, когда-то бегал маленький Пушкин. И его любимая героиня, кстати, Татьяна Ларина, по воле автора, С матерью приехала в столицу. Поэт провёз её близ Петровского замка, Тверской заставы, По Тверской улице, Ветер задувает очень сильно, да, микрофон? По Тверской улице, Мимо садов, монастырей. И остановил возок Лариных У Харитонья в переулке. Пушкин вёл свою героиню по тем местам, Которых сам он маленький бегал, Где прошло его детство. Кстати, до сих пор в Харитонийском переулке Сохранились красно-белые палаты 17 века, Который в те годы окружал тенистый сад, Казавшийся тогда маленькому Сашу волшебным. О московском детстве Поэт часто вспоминал с любовью. Настя, какие вот тебе стихи Пушкину Нравятся больше всего? Не знаю. Наверное, о любви. Ну, конечно, о любви. Три актрисы под окном. Ну, а что ты чего? Роль учишь. Ну, прекрати. Твои стихи иди наши. Пожалуйста, давайте встретим, Тепло встретим коллегу нашего театра, Актрису, Екатерину Клочкову. Я вас люблю, хоть я бешусь, Хоть этот труд и стыд напрасный, И в этой глупости несчастной У ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не поэтам, Пора, пора мне быть умней, Но узнаю по всем приметам Болезнь любви в душе моей. Без вас не скучно? Я зеваю. При вас не грустно? Я терплю. И моченец сказать желаю, Мой ангел, Как я вас люблю. Когда я слышу из гостиной Ваш легкий шаг, И платье шум, И голос девственной невинной, Я вдруг теряю Весь свой ум. Вы улыбнетесь, Мне от рада. Вы отвернетесь, Мне тоска. За день мучения награда Мне ваша бледная рука. Когда за пальцами приежно Сидите вы, склонясь небрежно, Глаза и кудри опустя, Я в умиление, Молча, нежно, Любуюсь вами, Как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, Мою ревнивую печаль, Когда гулять порой в ненасти Вы собираетесь вдаль, И ваши слезы в одиночку, И речи в уголку вдвоем, И путешествия в опочку, И фортепьяна вечерком, Алина, Сжальтесь надо мною, Не смею требовать любви, Быть может, За грехи мои, Мой ангел, Я любви не стою, Но притворитесь, Этот взгляд Все может выразить Так чудно, Ах, обмануть меня Не трудно, Я сам Обманываться рад. Цветок, Засохший, Без уханий, Забытый в книге вижу я, И вот уже мечтой странной Душа наполнилась моя, Где цвел, Когда, Какой весной, И долго ли тьмем, И сорван кем, Чужой, Знакомой ли рукой, И положен сюда, Зачем, На память снежного Свидания, Или разлуки роковой, Или одинокого гуляния, В тиши полей, В тени весной, И жив ли тот, И та, Живали, И нынче где их уголок, Или они уже Увели, Как сей Неведомый цветок. Если жизнь тебя обманет, Не печалься, Не сердись, В день уныния Сверись, День веселья Верь, Настанет, Сердце в будущем живет, Настоящее уныло, Все мгновенно, Все пройдет, Что пройдет, То будет мило. Спасибо. Денадцатилетнего Александра Возят из Москвы, Чтобы определить Мечебное заведение. Лишь в возрасте Только через 15 лет Он вернулся обратно В Москву, Но уже известным поэтом. Москва встретила его Восторженно. В честь него Устраивали торжественные приемы И званные вечера. Да, но Пушкин их не жаловал. Ему больше нравилось Проводить время В кругу старых друзей, Где царили смех, Веселье, Дружеские шутки. А как-то раз Он ужинал в ресторане И заходит Граф Заводовский И говорит, Да, Однако, Александр Сергеевич, Видно, Туко набит у вас бумажник. Да, Ведь я богаче вас, Отвечал Пушкин. Вам приходится Ждать денег из деревень, А у меня Доход постоянный С 36 букв Русской азбуки. Айда Пушкин, Айда Александра Сергеевича. Да, Остроумие Александра Сергеевича Было Не занимать. Да, Бывая в Москве, Пушкин Много времени Пушкин проводил У своего дяди, Поэта Василия Львовича, Который жил На Старой Басманной. А, кстати, Сейчас там находится Дом-музей. Я недавно Сам там был, Зайдите, Там очень интересно. Подожди, Саша, А ты знаешь, Кто еще жил На Старой Басманной? Три сестры Чехова. Возможно, еще. Млажество Счастливых москвичей. Саша, Ну как же, Там жил наш Старый, Добрый, Знакомый Адриан Прохоров. Как я мог забыть? Саша, Нам сейчас напомнит Константин Пахмелов Отрывок Из повести Гробовщик. Встречаем. Занятный случай Произошел в Москве. Я тогда служил В приказчиках У одного Галантериста, Но жил-то я На Янкидской. И вот однажды На воротах Соседского дома, Который уже Около полугода Как находился В продаже, Появилась Вывеска С изображением Такого дородного Амура С опрокинутыми Фатилами в руках И подписью Здесь продаются Гробы Простые и крашеные Также отдаются На прокат И подчиняются Старым. Несколько спустя Мы узнали, Что нашим Новым соседом Стал Гробовщик Адриан Рохоров До этого Он жил Где-то На Басманной В ветхой Драной Лачушке Но перебравшись В новое Жилище Вместе с Двумя Дочками И работницей Аксинии Он тут же Установил Свой порядок Кивот С образами Шкаф С посудой Диван Стол Кровать И все это Заняло Определенные углы В задних Комнатах А в передних На кухне И в гостиной Он разместил Свои произведения Какие? Гробы Всех-всех цветов Всякого размера А также Огромные шкопы С травными Мантиями Шляпами И факелами Просвещенные Люди Ведут Что Шекспир Изобразил Своих Гробокопатий Людми Веселыми Счетливыми Ну дабы С ей Противоположностью Сильнее поразить Наше воображение Но Из уважения К истине Мы не можем Следовать Его примеру И принуждены Признать Что нрав Нашего Гробовщика Целиком Соответствовал Мрачному Его Ремеслу Он Прерывал Молчание Только для того Чтобы журить Дочерей своих Или Чтобы запрашивать За свои произведения При увеличенном Ценном У тех Которые имели Несчастье А иногда И удовольствие В них Нуждаться И вот Однажды Адриан Сидя под окном Собственного дома И выпивая Седьмую Чашку Чая Был По своему Обыкновению Погружен В мрачные Рассуждения Он Думал О проливном Дожже Который За неделю Тому Назад Встретил Похороны Отставного Бригадира Ну вы понимаете Что от дождя Многие мантии Сузили Шляпы Покоробились Он Он предвидел Неминуемый Расход Потому что Запас Гробовых Принадлежив Приходил У него Просто В жалкое Состояние Он Правда Он Втайне Надеялся Выместить Этот ущерб На старой Купчихе Трюхиной Которая Уже Около Года Находилась При Смерти Веда Была Только В том Что Это Трюхина Которая При Смерти Помирала Он В Османной То есть Там Где он Жил Раньше И поэтому Адриен Более всего Боялся Чтобы Наследники Этой Трюхины Несмотря На Все Заверения Обещания Не болелись Бы Послать За ним В такую Даль Через Весь Город На Никитскую Адриен Об Османной Не Сторговались Бы С Таким Любым Ближайшим Подрядчиком И вот Сие Мрачные Рассуждения Были Прерваны Тремя Франмасонскими Ударами В дверь Кто-то Испуганно Спросил Гробовщик Дверь Медленно Отворилась И человек В котором Мы-то С вами Сразу Узнали Немца Вемесленника С веселым Видом Вошел В комнату О Испените Милостивый Сосед Сказал Он На том Русском Речи Которое Мы До сих Пор Бессмерто Слышать Не Можем Я Супочник Мои Наготлив Шунц Я Туфно Хочу С вами Познакомиться Завтра Я праздну Мой Серебряный Свадьб И я Просту Я Умоляю Вас И ваших Дочек Отобедать У меня По-приятельски Что Вы Думаете Предложение Было Принято С радостью Гробовщик Просил Сокожника Садиться Выпусить Чашку Чая И в общем Благодаря Веселому нраву Этого Блотли Шунца Они Даже Как-то Разговорились Дружелюбно Каково Торгует Ваша Милость Этспразил Адрия О Я Я Я Пожаловаться Я Не Могу Отвечал Шульц Хоть Конечно Мой Туфар Это Не Туфар Это Шифоль Шифоль Он Без Супого Пойдется Та Та А Мертвый Без Гроба Не Живет Вот И вот На другой день Ровно В 12 часов Гробовщик И две его дочки Вышли из ворот Новокупленного дома И направились В сосед Тестная квартирка Сапожника Уже вся Целиком Была заполнена Гостями И все знаете Большей частью Этими Этими Немцами Ремесленниками Содерженными Дочками Подмастерьями Из русских Никого Не было Нет Был один Один был Будучник Юрко Но и тот Чухонец Господин И госпожа Шульц И дочка Их знаете Такая 17-летняя Лехтен Обедая Вместе с гостями Дружно угощали Помогали Кухарке Служить Пиво Лилось Юрко Ел За четверых Но Адриан Ему Не выступал И знаете Разговор Вот этот На немецком Языке С каждой Минутой Створился Все Шумнее 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 Их же Много Лишь Шмельной Крещи Шмель Крещи 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 Малик Сказал Хозяин Откупоривая Вторую Бутылку Гости Тут же Благодарили Его В момент Осушили Все свои руки В общем Тут Здоровье Стали следовать Одно за другим Пили здоровье Каждого гостя Пили здоровье Мастеров И подмастерьев Потом Здоровье Москвы Потом Здоровье Целой дюжины Германских Городков Адриан До того Разбеселился Что даже Сам Произнес Какой-то Шутливый Тост Вдруг Один из Гостей Такой Знаете Очень Толстый Булышник Тоже Поднял Рюмку И Восстриг А то Фальте Камэфетин С Островь И Тех На Кофо Мы Работаем С Ваших Клиентов Это Предложение Было Принято С Радостью Гости Начали Друг Друг Кланяться Портной Сапожнику Сапожник Портного Толстый Булышник И Булышник И так Далее И так Далее И так Далее И Вот В этот Самый Момент Вот Посреди Этих Взаимных Поклонов Юрко Вдруг Схватил Рюмку Вскочил На стол Да как Закричит Обращаясь Гробущику Эй Байкушка А ты Ян Грохорович А ты Че Это Не пьешь А Не Ну Ты Давай Уже Давай Пей Давай Здоровье Своих Мертвецов Все Захохотали Но Гробовщик Почел Себя Обиженным И Нахмурился Никто Того Не заметил Гости Продолжали Пить Веселиться И уже Благовестили К вечерне Когда Встали За стола И Разошлись Адриан Вернулся Домой Пьяный И Сердитый Это Что Такой Это Чем Это Мое Ремесло Не Честнее Против Да Разве Гробовщик Брать Палачу И Чему Чему Смеются Басурмане Я То Дурак Я Хотел Пригласить Их На Своё Новоселье Я Хотел Закатить Импир Город А Не Бывать Тому А А Вот Приглашу Я Тех На Кого Работаю Мертвецов Православных Батюшку Господь С тобой Сказала Работница Аксинья Которая В это Время Раздевала Его Перекрестись Голубчик Что За чушь Ты Молотишь Приглашать Мертвых На Новоселье Это Шек Страсть Молчи Дура Я Богу Приглашу Я На Завтрашний Же День Ну Мертвецы Православные Благодетели Вы Мои Милости Прошу Завтра Же У меня Попировать Да Я Угощу Угощу Чем Бог Послал И вот С этими Словами Адриан Отправился На Кровать И Вскоре Захрапел А А А А А А Знаешь ли ты Наташа Как Разрекались Во времена Пушкина Я Не знаю Конечно Но могу Предположить Что Времена Другие А люди Мне кажется Те же самые Я думаю Что Собирались В компании Друзей Пели Пили Читали Стихи Разговаривали Кстати Сан Кушкин Очень любил Посещать Такие Вечера На Тверской Улице Есть Такой Большой Дом Номер 14 В те Времена Это Был Большой Особняк Классического Стиля Принвержавший Княгиня Зинаиде Александровне Волконской Она Между прочим И сама Была Писательницей И поэтессой И композитором И говорят Что она Восхитительно Пела Ого Княгиня Еще Хозяйка Литературного Салона Еще И поэтесса Обалдеть Но Может быть Кстати Ей Пушкин Посвятил Строки Благодарим Волшебниц Это Сердце Чаруешь Нам И С Наслаждением Жизни Одной Любви Музыка Уступает Ну Любовь Мелодия Да Да Продолжим Настя Трую Прекрасную Традицию И Попросим Анну Кармакова Актрису Нашего Театра Исполнится Песня На стихи Александра Сергеевича Пушкина Встречайте Анну Кармакова Актрису Храни Меня Вой Талисман Храни Меня Водни Гонения Водни Расскаления Волнения Ты В день Печали Был Мне Да Когда Водни Это Я Вокруг Меня Войны Кучи Когда Грозун И Время Тучи Храни Меня Мой Талисман Водни Водни Измен Водни 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 Я помню чудо и мгновенье, Передовно не одлилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты. Как гений чистой красоты В томленье грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты. Звучал мне долго плоснежный, И снились милые черты, И снились милые черты. Шли годы бурь полив мятежный, Рассеял прежние мечты. И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. Твои небесные черты. Глуши во мраке заточенья Тянулись тихо они мои. Без божества, без вдохновенья, Без слез, без жизни, Без любви. Без слез, без жизни, Без любви. Душа, настало пробужденье, И вот опять явилась ты, Как мимо лёг на уме виденье. Какие нечистой красоты! Какие нечистой красоты! И сердце бьётся упоенье, И для него воскресли вновь. И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слёзы, и любовь. И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слёзы, и любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наверное, всем известно, Что стихи, на которой написан этот роман, С Пушкин посвятил Анне Керн. Ну, конечно, это в школе проходит. Ладно. А знаешь ли ты, Где и когда Пушкин познакомился со своей будущей женой? Ну, на каком-то балу, наверное. Да и на каком-то балу. А на балу, в доме Клагривовых, Который состоялся в декабре 1828 года. Да, но женился он только в 1831 году. Да, это потому что мать невесты не сразу дала согласие на брак. Пушкину пришлось ждать 3 года, но зато потом всё было у меня. Хорошо, хорошо. А ты знаешь, где венчался Пушкин? В храме Большого Разнесения, в Ликийских ворот. А знаешь ли ты, почему Пушкин по-особенному относился к празднику Вознесения Господня? У него был день рождения в этот день. Изи, изи. Хорошо, а сколько у Пушкина и Генчаровой было детей? Это уже не знаю. Может быть кто-нибудь из зрителей знает? Чья операция? Чья операция, да, правильно. А кто знает, как их звали? Александр? Гри... Наталья? Правильно. А ещё реформу образования ругают. Кто-нибудь знает, какое женское имя было любимому Пушкина? Подсказку, он так назвал героинь с капитанской... До... Правильно! До... А какое произведение Пушкин писал 7 лет, 4 месяца и 7 дней? И 2-3 дней. Правильно. Хорошо. Пушкин, как и все гении, был очень щедрым. Он с легкостью придумывал и, в принципе, мог поделиться со своими друзьями. Вот какому писателю он подсказал парочку сюжетов? Гоголя. Правильно. Пушкиноведы просто какие-то у нас были. А какие произведения поэт подарил Гоголю? Ревизор и... Да. Блестяще. А сочетание каких карт сулила выигрыш в драме «Пиковая дама»? Правильно. Вам, наверное, ответы раздали, да, перед началом? А кто из русских композиторов написал оперу на этот сюжет? Правильно. А кто? Первым композитором, написавший оперу на пушкинский сюжет, был Михаил Иванович Глинка. Какое произведение Пушкина он для этого выбрал? Руслану Людмилу. Правильно. Нет, ну здесь только интеллектуал. Я не знаю. Да, он не возможно даже. В день окончания Русланы и Людмилы, один известный русский поэт, подарил Пушкину свой портрет с надписью «Победителя ученику от побежденного учителя». Уже повсюду. Вы просто обезоруживаете вас. Да, вообще просто, да. Кстати, о поэмах в прошлом сезоне, нашем театральном, у нас состоялась режиссерская лаборатория по творчеству Пушкина. И один из эскизов был сделан по поэме «Граф Нулин». И сейчас мы вам представим кусочек с удовольствием этой поэмы. «Граф Нулин». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Великая женщина была DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 И он кричал! Кричал! Алина! Алина, я на бакаха! И я плакала! И ты плакала! Эш! Лэ! Музыка ваша американская, говно! Да нет, ты не споришь! Я что-то говорю, музыка говно, ты споришь! Спорю все ваши энергии! Что ты к нему пристал? Он вообще француз! Да он уже без разницы! Да граф! Извольте ж кушать! Если ты так! Из-за стола встают! Хозяйка молодая чрезвычайно... Весела! Графа Парижа забывает... Как она не лад! Проходит вечер неприметно! Граф сам не свой! Хозяйки взор то выражается приметно, то вдруг потуплен безответно! Глядишь! И полночь вдруг на двор! Давно храпит слуга впереди! Давно поет петух соседний! В чугунную доску сторож бьет! В гостиной свечи догорели! Наталья Павловна встает! Пора! Прощайте! Ждут в постели! Приятный солнце! С досадой встав! Половлюбленный нежный граф! Целуют руку ей! И что же? Куда когенство не ведет? Она ему тихонько руку жмет! Наталья Павловна раздета! Стоит параша перед ней! Друзья мои, параша это... На перстнице ее затеет! Шьет, моет, вести переносит, изношенных капот просит! Порой с барином жалит! Порой на барина крыше! И лжет в предваре неотважно! Теперь она толкует важно о графе, а о делах его не пропускает ничего! Бог весь разведать капускела! Но госпожа ей наконец сказала! Помма надоела! Спросила! Кофту и чипец! Игла! И... Войти вон! Берела! Своим французам между тем и граф раздет уже совсем! Ложит сон, сигару просит! Луга-бегарь ему приносит! Графин, серебряный стакан, сигару, бронзовый светильник, черти с пружиной убудильник! И неразрезанный роман! В постели Йозу Вальтер Скотта глазами пробегает он! Но граф душевно развлечен, неугомонная забота его трепушит! Может он? Потому что правду он влюблен! Что если можно? Вот забавно! Однако ж это было б славно! И окажется хозяйке мил и нули свечку подвес! Несносный жар его объемлет! Принестится графу! Нет, не дремлет! И дразнит, Гриш, ее мечтой! В нем чувства! Пылкой наш герой! Воображает очень живо! Хотя кирзор красноречный! Довольно крупный, теплый стал! Приятный голос! Прямо женский! Лица румянец диригенской! Здоровье кражи всех румян! Он помнит кончик ножки нежной! Он помнит! Он помнит! Точно, точно так! Она ему рукой небрежной! Пожала руку! Он дурак! Он должен бы остаться с нею! Ловить! Минутную затею! Но время не ушло! Ага! Теперь? Отворена, конечно, дверь! Конечно! Тот же с на плечи накинул свой пестрый шелковый калат и стул в потенках опрокинул! Надежды сладостных наград! Лукреции Торквини новой! Отправился на все готовый! Так! Друзья мои! Значит, в Древнем Риме была такая Лукреция! Красотка неописуемая! И был Торквини Горди! Ну, тут прозви всем понятно! Все сказано! И вот она, значит, такая жила-жила-жила! А он, значит, все к ней подкатывал! Она ему отказывала, отказывала, отказывала! Но он настолько кател ее сильно, что он ее добивался, добивался, добивался! И вот Тициан его изобразил прямо с ножом! То есть он требует от нее, стоя с ножом! Но она, естественно, от него, я не хочу-не хочу! Но он взял ее силы, естественно, ее воспользовался и исчез! Ну и что? Она страдала-страдала и покончила, ну, с собой! Получается так! И, в общем, я к чему это говорю? Все! Девочки! Если вы в своем партнере увидите какое-то вот эти какие-то качества, да? Торквиния! Или я уже не говорю про нож, да? Вот этот вот нож, как у Тициана! Не надо! Стоп это! Канцелд! Рэплэн! Ногая! Отлена! Найм! Ну! Лихт! Никогда! Девочки! Пожалуйста! Так иногда лукавый кот, жеманный баловень с лужанки, за мышкой крадется с лежанки, Ну, кратко и медленно идёт, полусожжнулись, поступает, свернётся в ком, хвостом и в рай, В родине когти хитрых лад! И вдруг беднёжка! И вдруг беднёжка! Вот зацарает! Она влюблённый граф потёмка бродит, дорогу ощупь не находит, Желанием, пламенем, тонем и два дыхания переводит, Разжинит лишь только пол под ним! Вдруг заскрепит! Вот он подходит! За этой дверь! И слегка жилёт ручку медного замка! Дверь тихо! Тихо! Уступает! Он смотрит! Лампа чуть горит! И бледную спальню освещает! Хозяйка мирно почивает! И притворяется, что спит! Он входит! Медлит! Отступает! И вдруг упал к её ногам! Ну, она! Теперь, с их позволения, прошу всех петербургских дам Представить ужас пробуждения Натальи Павловны моей И разрешить, что делать ей! Гарри! Итак, давайте сыграем с вами такую игру! Угадаем, что было дальше в поэме «Граф Нулин» Вариант номер один! Нулин приходит, отдёргивает одеяло, А там лежит Наталья Павловна, у них всё случается И потом приезжает муж, и Наталья Павловна говорит «Я не люблю тебя больше! Я люблю Нулина!» Это вот такой, да? Счастливый финал! Первый вариант! Запоминайте! Второй вариант! Нулин отдёргивает одеяло, а там лежит Параша! У них тоже все случается, но потом Нулин, конечно, не женится на Парашу Потому что Параша есть параша! Ну вариант так себе! Это второй вариант ответа! Третий вариант ответа! И это Нулин отдергивает одеяло, а там лежит муж с ружьем. И муж застреливает Нулина. Это такой, да, трагический финал, интересный. Это третий, господа, четвертый. Нулин отдергивает одеяло, а там лежит волк в костюме Натальи Павловны, который говорит, что тебе здесь надо. Итак, это четвертый вариант. Это такой, да, комический. Итак, давайте, пожалуйста, проголосуем. И моя помощница Наталья Анатольевна, не Наталья Павловна, посчитает голоса. Кто за первый вариант? Это фэй-эй-эй. Много, 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 много. Трицать. Кто за второй вариант? Запорашу, ребята. Пятьдесят. Так, давайте, кто за третий вариант? Трагический. Пятьдесят, да. Садик, тротий. Трагический. Трагический. Вот мы почитали, сколько у нас было. Что случилось, Настя? Неужели мы неправильно посчитали голоса? Боже мой, все это неправильно. Чего? Ни один вариант ответа неправильный. А вот Пушкин был прав. Потому что Пушкин – наше все. Пожалуйста. Так вот. Она, открыв глаза большие, для диплографа. Наш герой и циклит чувства в этой сны. Недерзновенную рукой коснуться хочет. Один, Фиала. Совсем смутив ее сначала. Но вдруг опомнилась она, и гнева гордого полна. А впрочем, может быть, и страха. Она торквению с размаха дает пощечину. Да? Да. Пощечину? Да ведь какую! Сгорел граф Нули над стыда. Обиду проглотив такую. Не знаю, чем бы кончил он, досадой горькую пывая. Но Шпицка, смотри, вдруг залая. Прервал Парашу крепкой сладкой. Услышав графу ее походку и проклиная свой ночлег и свою неравную красотку. Постыдно и обратился бег. Как он, хозяйка и Параша, проводят остальную ночь. Воображайте дело ваше. Я не намерен вам помочь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Восстав поутру мелчаливо, граф одевается лениво. Отделкой розовых ногтей, взяваясь, занялся небрежно, И галстук вяжет неприлежно, и мокрой щеткой своей Не гладит стриженных кудрей. О чем он думает? Ясно. Ну вот его позвали к чаю. Что делать? Крав преодолев неловкий стыд и тайный гнев, Проказница молодая на смешливый потупе взор И губки олые кусали. Забудет скромный разговор. А то, осел, сперва смущенный, но постепенно ободренный, С улыбкой отвечает он, полчаса не проходило. Уж он и шутит очень мило, и чуть ли снова не влюблен. Вдруг шут беременности входит. Кто же? Наташа! Графтурин! Ах, мой боже! Графтурин, вот мой муж! Душа моя! Графтурин! Да, сердечная, такая скверная погода. Обещали разогнать. У кузницы я видел ваш, совсем готовый экипаж, уже готов? Наташа, а там у огорода мы затравили русака. А, эй, водки! Граф прошел отведать, прислали к нам издалека. Вы с нами будете обедать. Не знаю, правда, я спешу. У полна, графа. Я вас прошу. Желаю я гостям на радость. И графа, встаньтесь. С досады встав, полувлюбленный нежный граф. Печалится печальный граф. Уж подкрепи себя стаканом. Пекар кряхтит за чемоданом. Уже к коляске двое слух несут применчивый суду. Крыльцу подвесена коляска. Пекар все скоро уложил. И граф уехал. И граф уехал. Тема и сказка могла бы кончиться, друзья. Но слова два прибавлю я. Когда коляска ускакала, жена все мужу рассказала. И подвиг графа моего всему соседству описала. Как тоже более всего с Наталья Павловой смеялся. Не угадать вам. Почему ж муж? Как не так? Совсем не муж. Он очень этим оскорблялся. Он говорил, что граф дурак. Ну, а кашу. Ну, что если так, то граф будет визжать заставить. Чтоб Санюнова затрали. Смеялся лидер. Их сосед? Помещик. Двадцати трех его. Нет. Теперь мы можем справедливо сказать, что в наши времена супругу верная жена, Друзья мои, Друзья мои, совсем не диво. Друзья мои, возьми aufge on the wall. Ищет. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья мои, здорово! Друзья мои! Виктор Васильев, Александр Баклевов, Наталья Левос-Кискин, Анастасия Реведева, Николай Кисиченко, Нига Шапонева, Николай Квачкова, Анна Пермакова, Александр Дмитриев и звуко-режиссер Гарен Фонтранов. Большое спасибо. Мы еще раз поздравляем вас с этим замечательным праздником и мы всегда ждем к вам в гости на театре Наталья Левос-Кирской бульвар 23. Счастливо. До свидания.